МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите новости на Первом Карагандинском. Мы расскажем вам о том, что произошло в понедельник, 8 октября. В студии работает Андрей Тенн. Это аккуратко о главных событиях. Отвела в садик, забрала из больницы. В соцсетях распространяется обращение матери, чей ребенок получил травму в детском саду. Премии Акима области вручили учителям. Премии в размере 500 тысяч тенге и дипломы вручили 13 педагогам. Еще 8 получили по миллиону тенге в номинации за особый вклад в развитие образования. Более 500 тонн сельскохозяйственной продукции привезла Карагандинская область на ярмарку в Астану. Посетители смогли купить мясо, рыбу, овощи, колбасные и молочные изделия по ценам ниже рыночных. И теперь подробнее об этих и других событиях. Отвела в садик, забрала из больницы. В соцсетях распространяется обращение матери, чей ребенок получил травму в детском саду. Ребенок с разбитой губой питается через трубочку и напрочь отказывается возвращаться к воспитательницам. А мама мальчика жалуется на то, что сотрудники детского сада не вызвали скорую помощь. Так ли все было на самом деле, разбиралась Токжан Лянова. На этих фотографиях изображены травмы, которые 4-летний Норадель получил в детском саду в прошлую пятницу. В садике заявили, что он упал со стула. У мальчика сквозные раны нижней губы. В челюстно-лицевой больнице врачи зашили ему рассеченную губу. Питается Норадель через трубочку и уже который день напрочь отказывается возвращаться в детский сад. Ребенок мучает сад боли и рассказывает обеспокоенная мать. Мы не можем есть даже мякоть хлеба элементарно. Он хочет есть. Мы можем только через трубочку, и то это все болит. На днях Агирим Тулеова записала видеообращение, которое просмотрели десятки тысяч людей. На такой шаг женщину побудило отношения сотрудников детского сада. Администрация садика не вызвала бригаду скорой помощи, а также настаивала, чтобы бабушка поскорее забрала ребенка домой и сама обратилась за помощью к медикам. По словам молодой мамы, никто из воспитателей даже не извинился за то, что не доглядели за мальчиком. Увидев состояние своего сына, Агирим испытала шок. Конечно, шок, потому что я доверяла. Это государственный садик. Получается, воспитатели там не один год работают. Мне, когда, получается, воспитательница звонила, она говорила, что есть медсестра, есть врач, вы не волнуйтесь, только заберите ребенка домой, с ним все хорошо. А на самом деле, вот что я увидела, это просто не передать словами. В детском саду Алмагуль объясняют, что и не думали о надобности вызывать скорую, ведь мальчику была оказана первая помощь. О том, что данная травма потребует хирургической помощи, сотрудники госучреждения не подозревали. Также администрация отметила, что дети были под постоянным наблюдением, а случившееся назвали обычным последствием детской гиперактивности. Врач осмотрела рану и сразу же оказала первую помощь. Сказала, что ничего страшного нет. Вот мы и не стали вызывать скорую, а решили дождаться родителей мальчика. У нас не было плохих мыслей, такое в нашем саду происходит впервые. Мы ходили домой к маме ребенка и попросили прощения. Это ведь дети, с каждым случается. В тот день он не мог усидеть на одном месте. Также в садике показали материал, снятый камерами видеонаблюдения, на котором видно, как один из детей падает. Вот только Агирим не узнает в нем своего сына. Качество видео не позволяет рассмотреть лица мальчика. Мама Нураделя в поиске ответов на свои вопросы останавливаться не намерена. Женщину в этой затее поддерживают тысячи людей, посмотревших ее видеообращения. Торжан Лянова, Жаслан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. И к другим новостям. Премии Акима области вручили учителям. Торжественная церемония состоялась во Дворце культуры горняков. Премии в размере 500 тысяч тенге и дипломы вручили 13 педагогам. Еще 8 получили по миллиону тенге в номинации за особый вклад в развитие образования. Сегодня на плечи среднего образования ложится большой груз ответственности. Это и внедрение полиязычия, и воспитание молодого поколения в духе казахстанского патриотизма. Учителя Карагандинской области с этой задачей успешно справляются. Об этом говорил заместитель Акима Карагандинской области Жандос Абишев, поздравляя учителей с профессиональным праздником. Он отметил, что именно в этот день с очередным посланием народа Казахстана обратился глава государства. Как всегда, особое внимание глава государства уделил образованию. И прежде всего объявил об окончании бесконечных реформ. Президент заступился за учителей, которые вынуждены много времени уделять выполнению поручений, не связанных с их прямыми обязанностями. И поручил оградить их от несвойственных им функций и сократить нагрузку. В качестве одного из стимулов, предусмотренный повышение заработной платы. Все это найдет отражение в новом законе о вкладке педагога, который глава государства поручил принять уже в следующем году. 13 лучшим педагогам региона вручены премии Акима области в размере 500 тысяч тенге. Еще 8 получили по миллиону тенге в номинации за особый вклад в развитие образования. Среди них преподаватель Бекежан Егешев. Он внес большой вклад в развитие системы технического и профессионального образования. Вклад учителей в воспитание молодого поколения имеет большое значение. А статус учителя действительно, что сегодня в постанове президента, говорится о принятии закона о статусе педагога. Я всей души от себя лично хотел поблагодарить областной Акима от управления образования, что мою скромную работу на педагогической деятельности оценили вот такой премией в Акима в Карганинской области. Заслуги ветеранов педагогического труда организаторы церемонии отметили особой номинацией. Среди приглашенных были двое долгожителей. Мария Володько, которой исполнилось 100 лет, бывший преподаватель биологии Карганинской гимназии номер 3. И Шаукей Жуканулы ему исполнилось 103 года. Ветеран войны, педагог, автор многих методических пособий и рекомендаций. Для гостей праздника выступили исполнитель Кадрали Болманов, певица Каракат, певец Адам, танцор, участник международных шоу талантов Атай Омерзаков, а также вокальные и хореографические коллективы Караганды. Андрей Тензо, Сулан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. 2019 год объявлен Годом молодежи. В Карагандинском государственном техническом университете состоялась встреча, на которой обсудили очередное послание главы государства. Здесь были разъяснены основные направления, обсуждены задачи, поставленные перед молодежью. Главная цель мероприятия – разъяснить студентам самые важные аспекты послания и обозначить новые задачи. Ведь ежегодные послания президента народу Казахстана – одно из самых значимых политических событий страны. Каждое послание является новым способом развития государства. Мы с интересом слушали очередное послание нашего президента. Нас радует, что особое внимание было уделено молодежи. Управление молодежной политики и ресурсный центр Карагандинской области уже сейчас начали строить планы на следующий год и поставили перед собой новые задачи. Перед нами стоит задача найти взвешенный, разумный подход к имеющимся возможностям. Глава государства, как и всегда, уделил особое внимание именно молодежи. Он отметил, что ведущей силой в продвижении государства являются молодые люди. Вот почему следующий год станет годом молодежи. Студенты города остались довольны этим решением и пообещали оправдать возлагаемые на них надежды. Молодежь является главной движущей силой нашей страны. Благодаря их свежим умам государство может процветать и продвигаться вперед. Каждый должен начинать прежде всего с себя. Мы должны внести свой вклад в развитие страны, в какой бы сфере мы ни трудились. Будущее народа в наших руках. Было также отметено, что на основе послания в Молодежном ресурсном центре региона будут созданы несколько проектов. Глава центра, в свою очередь, призывал молодежь вместе участвовать в политической жизни страны. Напомним, в Карагандинской области проживают 290 тысяч молодых людей. И далее выпуски. Более 500 тонн сельскохозяйственной продукции привезла Карагандинская область на ярмарку в Астану. Гости и жители столицы смогли купить мясо, рыбу, овощи, колбасные и молочные изделия по ценам ниже рыночных. Мясо, рыба, овощи, колбасные и мясные изделия. Все это на протяжении двух дней предлагали жителям Астаны сельхозтоваропроизводителей Карагандинской области. Среди них более 20 предприятий Шуэцкого района. В столицу фермеры привезли около 7,5 тонн мяса. Наши сельхозтоваропроизводители очень рады. Цены порядка 15-20% ниже рыночных. Раскупает. Астанецы очень рады нашему приезду. После этого такие же ярмарки будут организованы в областном центре в Караганде. Это в октябре и в ноябре. Всего из Карагандинской области привезли 579 тонн продукции. Из них мясо 93 тонны, 4 тонны рыбы и мясо птицы и многое другое. Самый большой объем – это картофель – 350 тонн. Купить его можно было по цене 50-60 тенге за килограмм. На ярмарку приехали все 9 сельских районов и 4 города. В общей сложности 78 сил подформирования участвуют на этой ярмарке. Самые крупные хозяйства от Муринского района, Шахтерская, привез свою картошку первую продукцию. Сельхоз товаропроизводители Карагандинской области в этом году приезжают на ярмарку в Астану в третий раз. Свои товары в столице представили не только фермерские хозяйства, но и крупные молочные, мясные и другие перерабатывающие предприятия области. Цены действительно приятно удивили жителей Астаны. Цены хорошие, цены значительно ниже, чем в магазинах, особенно мясо, яйца. Стоит также отметить, что традиционные сельскохозяйственные ярмарки пройдут в октябре и в городах Карагандинской области. Покупатели смогут приобрести овощи, мясо, рыбу и другие продукты питания по ценам на 10-15% ниже рыночных. В Караганде ярмарки «Аул Береке» пройдут 20, 27 октября и 10 ноября на улице Олимпийской. Андрей Танайден-Жахан, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В Караганде отметили 70-летний юбилей народного артиста Клектеса Мирамова. В связи с этим вниманию жителей города была представлена итальянская драма «Следы голубя на снегу». Актер перевел ее на казахский язык. Роль главного героя именинник исполнил сам. Суть драмы состоит в том, чтобы показать, что у каждого ребенка есть обязательства перед родителями. Роль Клектеса Мирамова – мужчина, преодолевший старость. Когда он понимает, что стал ненужным своему единственному ребенку, он решает добровольно уйти в дом престарелых. В порыве своих переживаний он ведет диалог с давно умершей женой и начинает жить прошлым. «Это достаточно сложный спектакль, но на репетициях мы стараемся преодолеть все трудности. Когда выходим на сцену перед публикой, мы живем жизнью своих героев. Всячески пытаемся донести до зрителей их мысли и чувства. У меня самого в жизни не было такого горького опыта. Но наша профессия обязывает нас прочувствовать все на себе». Клектес Мирамов – заслуженный артист Казахстана. Он является победителем многих республиканских и международных конкурсов. Свою карьеру начал на сцене Карагандинского театра. В настоящее время работает в театре имени Калибека Куаншбаева в Астане. Также преподает в Казахском национальном университете искусств. Чтобы поддержать талантливого друга, специально из Астаны приехал знаменитый режиссер Талгат Зименов. Клектес Мирамов сыграл свою роль на высшем уровне. Мы давно не были в этом регионе. Клектес сам родился и вырос на этой земле. 50 лет назад он уехал отсюда и с тех пор редко приезжает. Про него я написал статью «Ундемес», которая была опубликована в газете «Айкон». Я надеюсь, что в этой статье у меня получилось раскрыть образ моего друга. Огромное спасибо Акиму области, организаторам и, конечно же, зрителям, благодаря которым мы сегодня здесь. Спектакль «Следы голубя на снегу» получил высокую оценку у зрителей. В решающие моменты спектакля они не сумели сдержать слез и выразили благодарность бурными овациями. Мольдер Нурланг Зе, Айден Жакан, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Правильное питание – залог здоровой жизни. В Караганде состоялся мастер-класс по здоровому питанию. Врачи, приехавшие из Литвы, подняли проблему питания детского и взрослого населения. Организаторами данного мероприятия является компания «Здоровые калории». Клиника здорового образа жизни является первой и единственной в Европе. На сегодняшний день избыточный вес является одним из факторов риска многих хронических заболеваний. В связи с этим в поликлинике номер три прошел мастер-класс по здоровому питанию. Литовские врачи подробно рассказали о том, насколько важно соблюдать здоровый образ жизни. И этот избыточный вес тоже влияет на такие хронические воспалительные процессы в организме, которые ускоряют развитие болезней сосудистой системы, а также и раковых заболеваний, ну, конечно, сахарного диабета второго типа. Ну, это уже является эпидемией, и что и вот все общества здравоохранения, они уже понимают, что 80% причин этих заболеваний вот и сидит в нашем образе жизни. Также для врачей были представлены выпечки правильного питания. При их приготовлении не используется пшеничная мука, масло и сахар. Например, один стакан медового торта содержит 130 калорий вместо привычных 400. Данная продукция разрешена детям, страдающим сахарным диабетом. Медицина здорового образа жизни имеет три модуля – здоровое питание, физическая активность и решение психологических проблем. Освоить эту новую специальность за короткий срок смогут представители разных профессий. Мольдзи Жакан, Сергей Высокосов, Андрей Тимофеев, Первый – Карагандинский. В Караганде в очередной раз открылась ярмарка шуб «Эталон меха». Лучшие меха России будут представлены карагандинскому покупателю всю неделю. Принеси старую шубу и получи скидку на новую. Такая акция стартовала на ярмарке шуб «Эталон меха». Так покупательницы могут получить скидку до 100 тысяч тенге. Самые различные модели шуб привезли из Пятигорска. Ярмарка «Эталон меха» радует карагандинцев, приученных к суровым зимам на протяжении нескольких лет. Здесь каждая найдет элегантную шубу высокого качества. Прекрасных дам ждет широкий ассортимент и приятные цены. Шубки у нас предоставлены для женщин. Модельки абсолютно разные. Есть шубы с капюшоном, есть шубы с английским воротником, также есть шубы с импортного меха. В основном это канадская норка. В первый день ярмарки многие поспешили оценить продукцию российского производителя. Среди них и гульзадас Паттай. Женщину приятно удивило наличие самых разных моделей, а также доступные цены и приветливые консультанты. Выбирать обновку ей помогали супруг и внук. Гульзада отметила, что больше всего в российской продукции ее привлекает качество. Качество российское, я считаю, что хорошее, потому что я слышала их чипируют, я спросила еще раз, говорят, да, чипируем, то есть как бы не подведут, норка натуральная. Вот, выбор большой, модели хорошие, стильные все, все. Так что остается только дело за выбором. Шуб, ну, норки – это благородный мех, он легкий, очень теплый и очень прочный. Конечно, мечта любой женщины. Меховая ярмарка «Шуб» продлится до 14 октября. Если вы желаете пополнить свой гардероб стильной шубой, то поспешите в торговый центр «Азия» по адресу улица Воинов-Интернационалистов, 31. Ярмарка «Эталон меха» расположилась на первом этаже. Торжан Лянова, Жаслан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. И это все, о чем мы хотели вам сегодня рассказать. Ждите новостей на Первом Карагандинском, и вы будете в курсе всех событий. Наш адрес в интернете прежний. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok